Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Сегодня мы с вами будем делать расклад его мысли, чувства и действия. Сегодня у нас с вами еще дополнительный приятный повод встретиться на канале 100 тысяч подписчиков. Я очень рада, друзья, что вы здесь, что вы со мной. На канале очень много развлекательного контента в шортах. Я понимаю, что очень много людей, видимо, добавилось благодаря этому. Есть очень много психологического контента, начинала я с этого. Различные обзоры, подкасты. Ну и сейчас в основном здесь расклады нарративные. Это мой авторский метод с использованием различных инструментов, в том числе карт Таро и метафорических ассоциативных карт. Друзья, рада каждому из вас, рада вашему вкладу в развитие этого канала и донатами, и финансами, и лайками, и комментариями, и подписками. Очень счастлива, что мы с вами здесь встретились и имеем возможность общаться. Итак, ну что же, его мысли, чувства, действия. Посмотрим, кто сегодня на расклад пришел. Это вы. Это загаданный человек или тот, кто появится. И это то, что между вами. Вы. Переполняет эмоции. Да, такое ощущение, желание обнять весь этот мир, проявить кому-то эти чувства. Может быть, очень давно накопилось что-то такое, да, что хочется выплеснуть, рассказать. Нет сил уже больше это в себе удерживать. Это, конечно, может быть еще такая карта эмоциональной нестабильности и перепадов. Да, знаете, такое состояние близкослезости, какой-то сентиментальности. Вот можно элементарно расплакаться от какой-то сцены в кино или, не знаю, даже от социальной рекламы. Вдруг как-то прослезиться, проникнуться. Ну, то есть, это может быть переполнение чувствами как в плюс, так и в минус. Да, в общем, такое вот состояние лоббильности психики. Я бы так это описала. Загаданный человек. Загаданный человек рвется в бой. У него очень много страсти, очень много желания эту страсть проявить. Вдруг проснувшиеся какие-то вот сексуальные чувства, да, влечения. Желание и способность человека делать что-то с горячностью, да, может быть, с какой-то запальчивостью, импульсивностью. Это человек, который, может быть, в моменте сейчас не подбирает слова. Может быть, кстати говоря, на повышенных тонах выясняет с кем-то отношение. В общем, это такая карта экспрессии. И даже если вы знаете, что за этим человеком такого не водится обычно, да, вот сейчас как-то в моменте вдруг он почувствовал такой аффект. Между вами. А между вами какая-то зависшая ссора непроясненная. Когда-то наговорили друг другу, может, неприятных слов или оставили какую-то ситуацию в подвешенном состоянии, а сейчас каждый находится в своем внутреннем диалоге, да. Вот вы там внутри, каждый сам по себе продолжаете друг с другом выяснять отношения. Только в ментальном пространстве. И нет как будто бы возможности друг другу все это высказать. То есть вы эмоционируете. Человек там переполняется какой-то страстью, эмоциями, да, вскипает. Там у человека, может, давление даже поднимается, да. Состояние такой бурлящей, закипающей крови. Ну, а на самом деле все решается просто, да. Нужно прямо, честно, открыто друг другу сказать, что между вами происходит, кто что хочет и к чему вся ваша ситуация двигается. То есть, знаете, такое немножечко ощущение между вами, что как на пороховой бочке. Вот такие у нас сегодня герои. Ну и давайте смотреть. Его мысли сегодняшние по поводу вас, чувства и действия, намерения, да, собирается ли он что-то делать. Что он думал о вас сегодня? Ну вот, посмотрите, благодаря тому, что у этого человека очень много эмоций приятных, вот этого чувства любви, теплой такой привязанности, принятия, связанных с вами. Это история из прошлого, из прошлого либо давнего, либо не очень давнего. Но, в общем, есть что-то, что вас всерьез так по-настоящему друг с другом объединяет. И вот сейчас, как будто бы все его мысли сосредоточены на том, чтобы как-то все, что было в вашем прошлом приятного, да, то, что вот было пропитано этой любовью по королеве кубков, как-то имплантировать в настоящее еще с каким-то заделом на будущее. То есть, как-то применяя все то, что между вами было, да, имея это в виду, опираясь на этот опыт совместный, идти в будущее. Есть ощущение, что багаж ваш в прошлом не такой большой, да, вот буквально все это помещается. В какой-то маленький узелочек, как будто бы вы ничего серьезного построить вместе еще не успели. Но вот желание двигаться вперед у этого человека есть. Честно говоря, у него есть опасение, да, что ему может не хватить какой-то способности все это реализовать, да, потому что это такая карта, может быть, необоснованного риска. Но как-то себе в голове вот эту вот ситуацию, когда вы с ним идете куда-то вместе в новое, он это себе довольно часто конструирует. Что он чувствует к вам сейчас? Какие эмоции в вашу сторону у него присутствуют, да? Что на эмоциональном плане, чувственном, в вашу сторону у этого человека сейчас, сегодня? Знаете, ощущение, что час икс настал у этого человека, да, потому что, посмотрите, он полон решимости. Он считает, что сейчас какой-то самый подходящий момент. И как будто бы самое справедливое, что он мог бы сделать, это выступить в качестве директора, режиссера, продюсера, да, всего того, что между вами происходит. И человек чувствует какой-то прилив эмоций по восьмерке жезлов. Это человек, который вот со всей этой своей запальчивостью, горячностью, да, со всей этой невероятной мощной энергией, как будто бы готов очень активно влиять на ситуацию между вами. Ему кажется, что правда на его стороне. Ему кажется, что то решение, которое он для себя принял, да, оно очень справедливое. А вообще, я бы сказала, что да, мы вот спрашиваем про его чувственную сферу, а здесь все эти его эмоции окрашены какой-то, знаете, проактивностью. То есть, это даже уже не на уровне того, что он отслеживает какие-то чувства в вашу сторону, а это как некое такое намерение, как некоторый вектор. И это очень сильная эмоциональная заряженность и направленность в вашу сторону. Надо, конечно, учитывать, что этот человек может себя проявлять как человек достаточно деспотичный, да, потому что здесь у него такой театр одного актера немножечко, да, такой спектакль под его руководством, да, в его постановке. И тут, конечно, в своих чувствах он дает себе волю, да, там у него фантазия вообще разгулялась. То есть, вы в его руках кажетесь абсолютно такой податливой куклой, да. Я хотела сказать слово «марионетка», оно шло из потока. Вот кому-то надо быть аккуратным, потому что этот человек может немножечко заиграться. Все эти свои полномочия несколько превышать, да. Тут нужно быть как-то осторожный, чтобы вот, собственно говоря, вы под этот каток, под этот самосвал не попали. Потому что у человека есть какая-то просто невероятная убежденность. Я бы даже сказала, какая-то оголтелая фанатичность. Он считает, что то, как он себе это все видит, как он все это чувствует, это вот единственный правильный вариант и сценарий. Вот перечить, как будто бы ему сейчас, как он думает, да, не самая такая удачная идея. Вот такие вот чувства, да, все, что из потока идет, все вам пытаюсь как-то донести. Ну и, наконец, намерение, действие. Столько активности, заряженности на эмоциональном плане, да, и что в результате человек собирается в реальности делать. Ну это сегодня какой-то волшебный расклад. Посмотрите, да. Вам благоволит сама судьба, потому что этот человек настроен очень серьезно. Да, он, конечно, не откажется от своих очень властных взглядов, от какой-то своей директивности, да, желания устанавливать эти свои порядки, да, в своем царстве, государстве. Но посмотрите, это желание с вами выстроить наполненный эмоциональный союз. В чьем-то случае это желание иметь какое-то общее дело. Для кого-то это будет желание сократить дистанцию и оказаться, наконец, на общей территории. Да, если у вас роман на расстоянии, то это желание, ну, наконец-то перестать друг над другом издеваться и попробовать выстраивать отношения в каких-то более комфортных условиях. Ну, например, с возможностью чаще видеться. Вот лейтмотивом, конечно, идет эта тема, да, какого-то общего занятия. Должно быть какое-то пространство, вас объединяющее. Будьте готовы, пожалуйста, к тому, что этот человек свою позицию будет доносить, ну, достаточно безапелляционно. Но мотив основной, который лежит вот в этом его действии, это какая-то его святая вера в том, что вы друг другу как будто бы вот судьбой предназначены, да, и он вас не хочет отпускать. То есть, посмотрите, он вас крепко держит здесь в охапке и, в общем-то, будет себя, да, вот именно из позиции императора проявлять. Может быть, вы сильно удивитесь, да, может быть, вы вообще раньше ничего подобного за этим человеком не наблюдали. Ну, вот в моменте из Вселенной мне передают такую информацию, что в человеке вдруг поднимается вот эта какая-то энергия. Здесь я уже чувствовала, что там вот бурлит кровь в человеке, и здесь вот это вот желание разделяй вас. Давайте возьмем карту совета для вас, да, что вам может быть сейчас в этой ситуации делать. На чем, может быть, хорошо было бы сейчас мысленно-эмоционально сконцентрироваться. Карта подсказки для вас. Очень хорошо взвешивайте, пожалуйста, да, свои собственные позиции, свои собственные интересы в этом всем раскладе, да, в ваших отношениях имеется в виду. Потому что если даже человек будет вам какие-то там обещать сулить золотые горы, при этом вы должны очень хорошо взвесить, что на данный момент для вас супер важно, приоритетно, и от чего вы в любом случае не собираетесь отказываться. Это первая подсказка, а вторая подсказка такого свойства. Вот те, кто долго замечает, что вы в отношениях с загадным человеком не можете сдвинуться с мертвой точки, подумайте, нет ли такого, что вы ушли в какую-то позицию такой эмоциональной скупости. Что вам очень страшно, вы как будто бы порабощены этим страхом, и вы боитесь выйти из так называемой зоны комфорта, но, проще говоря, расширить немножечко коридор ожидания. То есть вы себе придумали, что будет только так и не иначе. А человек, может быть, какие-то там вам предлагает неожиданные творческие решения, и вы просто в силу каких-то своих запрограммированностей, каких-то своих установок не можете оценить сейчас в моменте преимущества того, что он вам предлагает. Вот подумайте, нет ли такого, что вы держитесь за что-то, что уже для вас не актуально, и это как будто бы вас тянет назад в прошлое и не позволяет вам идти в будущее. Вот я передаю, может быть, каким-то ребусом, загадкой, да, такую информацию из потока. Вот как-то попробуйте с этой информацией сейчас переночевать, да, как-то ее осмыслить, ассимилировать. И, может быть, в этом для вас какая-то кроется очень важная подсказка. В любом случае, друзья мои, я желаю, чтобы в этой истории все произошло как можно скорее, легко и радостно, самым наилучшим образом. Для вас да будет так. Ну что ж, мои любимые, поздравляю всех нас, себя и вас, что нас на канале уже 100 тысяч, невероятно рада каждому из вас. Надеюсь и дальше вас видеть на моем канале. Благодарю вас сердечно за поддержку, за донаты, за лайки, комментарии. Рада, что вы нашли время и были эти несколько минут вместе со мной. За личными раскладами обращайтесь в ВКонтакте или по почте, там я расскажу про условия. И я с нетерпением буду ждать нашей новой встречи на следующем нарративном раскладе. Продолжение следует...